Реквим по мечте. Палатки на главной площади и призывы к отставке президента и правительства теперь в Кишиневе. Ровно неделю назад на улицы вышло около 100 тысяч человек. И это самый большой митинг в истории Молдавии. Оппозиция заявила, что это ее рук дело, но на этом параллели с украинским Майданом и заканчиваются. Если не брать в расчет то, что оттуда тоже на неделе депортировали российских журналистов, отправившихся снимать протесты. Кишинев вовсе не Киев. Там пошли дальше. Ведь Молдавия год назад сделала все, за что Украина боролась. Подписала Евроассоциацию, получила безвизовый въезд в Шенгенскую зону. И оттуда уезжали в Европу за лучшей жизнью, возвращались и снова уезжали на заработки, но уже в Россию. Там тарифы на коммуналку уже выше европейских, там продукты уже дороже московских, там прожиточный минимум близок к ритереи, там финансирование программ по линии МВФ заморожено. Там, судя по местной прессе, на этот раз одни олигархи попытались сместить других, уже укравших миллиард евро из резервов Национального банка. Мой коллега Александр Лякин смог проехать в Кишинев, чтобы увидеть, как живется в стране с бывшейся европейской мечтой. У нас произошла трагедия в Молдове, нас обокрали. Обокрали на целый миллиард евро до выборов это произошло. Про это промолчали, произошли выборы, мы выбрали не зная кого. И потом очнулись, что мы стали самая бедная страна в мире. Случилось это спустя год после того, как страна вступила в экономическую ассоциацию с Евросоюзом. Тогда европейские чиновники говорили, что именно в Молдавии началась история успеха евроинтеграции стран бывшего СССР. Но прошло 12 месяцев, и экономические результаты торговли с Европой повергли молдаван в шок. То есть по всем параметрам идет обвал. ВВП упал, экспорт упал на 26%, импорт на 22%, ВВП тоже впадение, инфляция свыше 10%, безработица в росте и так далее. Традиционные товары молдавского экспорта, вино, консервы, фрукты, оказались никому на Западе не нужны. Так в прошлом году одних только яблок в Евросоюз смогли продать менее 2% от того, что выращивает страна. В этом году многие фермеры вовсе забросили яблоневые сады. Другие стараются спасти, если не урожай, то хотя бы деревья. Вот так сейчас в Молдавии собирают урожай яблок. Оставлять их на дереве нельзя. Яблоня будет болеть и деградировать. Но и руками собирать их возможности нет. Нет ни рабочих рук, ни, главное, рынков сбыта. Поэтому просто вот так палкой сбивают на землю. Если повезет, то эти битые яблоки возьмут на сок консервные заводы. Вручную в ящике собирают только то, что точно смогут продать. Как говорится, под заказ. Работать почти некому. Села опустили. Половина страны на заработках. Большая часть в России. Оставшиеся едва сводят концы с концами. Ну, по сравнению с прошлым годом, намного хуже. Все подорожало. Зарплата примерно та же самая, только все подорожало. Хлеб, колбаса, свет, газ, все подорожало. Я только работаю сейчас на яблоках, но у меня есть свой сад тоже. Но у меня в прошлом году, например, очень-очень тяжело было продать эти яблоки. Практически я до самого мороза собирал эти яблоки. По два лея я их продавал. Очень тяжело. Многие из моих знакомых в минусе, в минусе. Два лея – это на наши деньги 7 рублей. Сколько такие яблоки стоят в России, здесь знают. И о потере российского рынка говорят, как о настоящей беде. Основной рынок – это, конечно, у нас Россия. По прошлому году нам обещало правительство, что мы будем отправлять яблоки в Европу. Так вот, по статистике мы отправили 1200 тонн со всей Молдовы яблок. В этом саду в два раза больше яблок, чем в этом одном саду, больше, чем то, что мы отправили в Европу в прошлом году. Поляки, вот, со всей душой в России, любыми путями они стараются туда сбыть свое яблоко. Но не только поляки, и все остальные. То есть и голландцы, и немцы, и все стремятся на рынок России. Платформа Евразийского интеграционного проекта, она естественная для нас. Она понятна, она близка. Там мы можем чувствовать себя полноправными партнерами. Там молдавские товары, работы, услуги востребованы. Там мы известны. Там у нас есть свое место, которое мы не просто можем укрепить, мы можем его расширить. На митинге в Кишиневе прямых лозунгов против России нет. Трудно обвинить нашу страну в том, что проевропейское правительство Молдавии разворовало западные гранты. Но и сторонников евразийской интеграции до трибуны тоже не допускают. Хотя их по опросам, да и по результатам последних парламентских выборов в стране, большинство. Молдова не сможет выжить ни экономически, ни социально, без хороших, стратегических, дружеских отношений с Российской Федерацией. В Российской Федерации работает около миллиона наших граждан. 67% переселений из всего, что получает Молдова, это из России. Кстати, в прошлом году мы получили около 1 миллиарда 300 миллионов долларов от наших людей, которые работают в Российской Федерации. Это в 10 раз больше, чем все иностранные инвестиции в экономику. Одним из главных своих достижений правительство Молдавии называет отмену шенгенских виз. Туристы могут три месяца находиться в Европе, правда, если есть деньги. Открыли, что мы можем ехать на 90 дней, и что? Надо иметь 50 евро. Кто имеет 50 евро, чтобы каждый день там себя обеспечить? Работу-то не дали там. Так, приехав, это на 90 дней ты должен иметь 4500 евро. Откуда, ребят? Сельским жителям, конечно, не до турпоездок в Европу. Их куда больше волнуют планы правительства поднять пенсионный возраст. А тут и сейчас пенсию женщинам. Слышу, не 57 лет будет пенсия, как нам, а будет 62 года. Я даже уйду до 62 лет. По европейскому стандарту. Кому это надо? Всю неделю на площади в Кишиневе ставили новые палатки, в которых никого не было. Видно, что закупаются они централизованно. Цель организаторов – держать место на главной площади страны. Постоянно действующий митинг со справедливыми лозунгами против коррупции и за социальную справедливость – удобный рычаг давления, который при случае можно повернуть в любую сторону. Воспользуются этим для того, чтобы показать народу, что его государственность несостоятельна, чтобы в конечном итоге привести их в состав другого государства. На данном случае речь идет о Румынии. Не нужно забывать, что есть соглашение о военном партнерстве, о военной взаимопомощи между Молдавией и Румынией. В случае обращения молдавской власти за помощью к румынам, тут же на центральных площадях Кишинева и по всей республике будут румынские жандармы, румынская армия. Не нужно забывать, что Румыния – это член НАТО. И на территории Румынии присутствуют войска Соединенных Штатов Америки. Да, такое соглашение есть, которое было ратифицировано молдавским парламентом. И на ура принято в Румынии. Евросоюзу гораздо удобнее иметь дело с Молдавией в составе натовской Румынии, чем с нейтральным и независимым государством. Пример Молдавии показывает, что страны бывшего СССР не нужны Западу, как полноправные партнеры. Им не отдадут ни пяти европейского рынка товаров, ни официального места на рынке труда. Им не обещают членство в Евросоюзе и не гарантируют суверенитет. История успеха Восточного партнерства закончилась в сентябре 2015 года здесь, на площади Великого национального собрания. Александр Лякин, Дмитрий Бедарев, Максим Глушков, Александр Гусев, Ирина Близнюк. Воскресное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова